Всем привет, это Регина. И сейчас я снимаю свое, как я предполагаю, одно из многих, первое из многих видео под условным названием «Я жертва». Сегодня мне привелось стать настоящей жертвой домашнего насилия. Но не то чтобы ситуация. Ситуация как раз складывалась как в книжках, по которым учат полицейских, или как в книжке Робин Норвуд «Почему женщины любят слишком сильно». А то, что меня сейчас, в данный момент, по прошествии... Сколько часов-то прошло, наверное, 7-7 часов после вызова полиции. То, что меня саму лично потрясло, это мои теперешние ощущения. Они абсолютно отличаются от того, что я ожидала. Они абсолютно отличаются от того, чего ожидают обычно виктимологи. Приезд полиции закончился тем, что моему молодому человеку в течение как минимум недели запретили появляться в квартире. И мне, соответственно, тоже запретили его в квартиру пускать. Сделан для того, чтобы женщины по прошествии нескольких часов не отыгрывали назад и не подвергались еще большему насилию. И, в принципе, я могу их понять. У нас было уже много таких ситуаций, когда я кричала «ключи на стол», и мы расставались на два дня. И потом все продолжалось заново. Но поскольку сегодня ситуация зашла слишком далеко, я приняла для себя решение. В любом случае, это не будет вопрос 7 дней. Это я могу сказать совершенно точно. Это не будет вопрос месяца или двух. Ух, вполне возможно, что мы больше никогда не будем жить вместе. Я не исключаю и такой возможности. То есть речь не идет о том, что я сейчас себя тешу надеждой на то, что как бы все это быстро пройдет и бельем порастет. Речь идет о том, что по какой-то причине я чувствую себя очень хорошо. Я понимаю, что видео, которое я сейчас снимаю, оно очень сумбурное. Но я должна сказать, что по моим ощущениям тот факт, что я вообще снимаю видео. Даже видео, которые уже выложены в сети несколько месяцев, которые никто не посмотрел, они все равно положительно на меня влияют. Потому что я знаю, что поделилась тем, что мне было важно с миром. И у мира есть возможность посмотреть, что же меня занимало в тот или иной отрезок времени. И каким-то образом меня это поддерживает. Поэтому я буду снимать эту серию под узловным названием «I Wictim». В течение всего времени, что мне будет что рассказать, мне будет что рассказать, в понедельник мне, скорее всего, придется пройти до ближайшего полицейского участка, чтобы дать показания. То есть я, я не знаю, как это называется по-русски, а, я как бы подала заявление, да, то есть ушло заявление в криминальную полицию о том, что я такая вся из себя жертва. И полиция, в свою очередь, отослала мои данные в организацию, которая помогает женщинам, жертвам домашнего насилия. И мне кажется, что это очень хорошо, ну, как бы найти выход для себя из этой ситуации. И туда я пойду, во вторник. Я обязательно расскажу вам об этом, потому что я лично придерживаюсь мнения, что женщина обязательно должна себя защищать. Я обязательно расскажу мою историю. Это не первый случай, когда я подвергаюсь насилию. Я знаю, что я склонна к вективному поведению. Боролайна, они, как бы, вообще этим знамениты. Ну, как бы, просто вот стоит посмотреть фильм Girl with Dragon Tattoo, да, и вы все поймете. Ну, не то чтобы про таких, как я, но я в этом случае абсолютно, как бы, прошла тот же самый путь, что и Лисбет, Саланда, стоит только разница, что мне не пришлось в моей жизни никого поджигать, потому что папа в моей жизни просто не присутствовал никогда. Собственно говоря. А, ну и на мотоцикле не езжу, но вполне возможно, что когда-нибудь еще соберусь. Да, наверное, это все, что я бы хотела сказать для интро. Я, честно говоря, опять выкатилась с солнца. Всю эту неделю, в те моменты, когда мне очень тяжело, на небе появляется солнце. Для меня это очень позитивный знак. Что-то в стиле «я тучи разведу руками». Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Встречаться, судя по всему, будем часто. Всем тем, кто... Я не знаю, всему миру я желаю всего хорошего. Всего хорошего. Большой любви, большого терпения, большой веры и большой радости. Наверное, так. До скорых встреч в YouTube-эфире. Пока-пока.